Добрый день! Шестая лекция курса Junior Java Developer, набор август 2013-го. Пару небольших вопросов. Один просто по Java. Второй раз спросили про локаль. Отдельно есть почти пол лекции, наверное, на старых съемках по локализации. И мы будем делать, но в целом я освещу. И сегодня лекция такая обзорная, ничего нового не будет. Я в целом опишу, что у нас сейчас есть в проекте. Добавлю немного по локфоджи используем. По локфоджи добавлю. У нас там установлены сейчас GMIT и Makita, по-моему. Может набросаем пару примеров по GMIT и Makita. Сильно использовать не будем, нам пока тестировать нечего. То есть первое, опишу весь проект, для чего какой фрейверк используется. Хотя это спорное такое описание, потому что все эти фрейверки предназначены для того, чтобы автоматизировать, для того чтобы упростить огромную массу однотипного кода. То есть если бы у нас было уже 300 страниц и на каждой странице было по контроллеру, когда про Spring MVC или там вот наше MVC, даже ручную сделанное, существует для того, чтобы упростить написание 300 контроллеров. Ну как у него будет такую простую систему, как у армейцев. Значит если снаружи у тебя 300 страниц, у тебя должно быть 300 GSP и 300 серблетов. Все. То есть это сильно упрощает в ряде случаев. Кроме того SkyM уже более тяжелой фрейверки, вроде Spring MVC, они как раз решают проблему, как же жить, когда у нас 300 однотипных GSP, 300 однотипных серблетов. Поскольку у нас сейчас пока не всего лишь два, я не знаю. То есть надеюсь, что вы поймете проблематику. Потом наклепаем побольше. Итак, первое по дженерикам. Вопросы встают. Несколько раз уже спрашивали. Где-то есть очень хорошая у меня у Каристова лекция. Какая? Не знаю. Если я тут нашел, скажите. Наверное, среди коллекций. Под дженерик. Это скорее была лекция не плановая. В дженерике была не плановая лекция. Действительно, это была не плановая лекция. Где-то в марсе. Вы сейчас задержали, но долгие. В основном есть. Именно под дженериком. А, надо глянуть. В общем, на квизах есть тесты. Тут почти 60 штук. Тут стоят цифры. Это непорядок в котором стоит проходить. Есть тесты под дженериком. Они достаточно крутые. Сейчас. Что-нибудь вот такого. Это уже, ну это не самая конечно жесть, но уже тут не понимая внутренней структуры, что это для чего и как, как бы вот так вот ответить быстро практически нереально. Вопрос в том, это компилируется или не компилируется? Ну все. Не скомпилировано. Тест на чтение. Есть один релочек? А, нет, я сразу, потому что там тип номер, а там вверх, а там вверх, а там вверх. Там же штук стенды, типы разные, все равно. Ну так нам бы... Да, но где-нибудь вот тут будет компилироваться. А ну где? Сейчас что-нибудь найдем такое. Я пессимистически подошел. Вот здесь. Два вопроса. Оно тут ладно. Вот что-нибудь такое, например. Сейчас я скажу, что компилируется и придумаю сам. Ну вот, например. Скомпилируется. Что-нибудь? Да, мигзит речник очень золотой. Почему? Вот. Следующая. То есть, с одной стороны, дженерики это как бы вроде чистый синтаксис языка, с другой стороны, их сейчас достаточно массово используют. И многие тяжелые библиотеки, особенно многие какие-то от Google.a, например, Google коллекции, как там называется, Guava сейчас, они достаточно сильно на дженериках. Более того, выходит уже Java 8, в которых фактически поверх там лямбды будут очень интенсивно использовать дженерики. То есть, если там дженерики не использовать, то лямбды теряют часть своей мощности. Соответственно, в ближайшее время произойдет как бы еще немного усложнение языка. Второе. За этим скрывается ряд достаточно интересных идей, достаточно общих, касающихся не только Java. Снимаем. Дженерики видели в седьмой или в шестой? Да. Итак, совсем кратко. Извините. Ряд достаточно общих идей. Смотрите. Есть понятие тип, есть понятие класс. В принципе, это достаточно размытые штуки, особенно тип. Но, если смотреть совсем издалека, то изначально были системы не типизированные. То есть, когда пишутся на каком-то машинном языке программирование, то фактически система полностью не типизированная. Что имеется в виду? Кругом все одного типа, и поэтому не имеет смысл его даже называть. То есть, все просто является байтами. То есть, на вичестере у нас байты, в памяти у нас байты, регистры это байты. Ну, байты сгруппированы как-то. Четыре байта вместе – это машинное слово. Но, в принципе, все на это плевали, потому что я спокойно могу с одной стороны записать дабл в виде восьми байтов, а потом считать случайно левые пять байт и захватить еще другие. То есть, как бы типов нет. И потом оказалось, что такие системы, людям на самом деле такая огромная свобода не нужна, а это приводит к огромному количеству ошибок. И начали развиваться системы типизации. То есть, идея в том, что мы берем что-то сырое, просто несколько байт в памяти, и присваиваем им какой-то тип. Что такое тип? Это как бы этот базовый примитив, он уже никак не определяется. Это некая метка. И потом мы можем… У нас есть какие-то, значит, группы этих меток, и мы можем сказать, что эти метки с этими, они находятся типами русовых в очень странных отношениях. Чем более сложный язык, тем более странные отношения. Но можем сказать, что что-то является по типам чего-то. Или какие-то типы. Можно делать пересечения типов. Сейчас посмотрим те огрызки, которые в джаве. И как только мы присваиваем куску памяти тип, мы можем говорить, что с этой штукой можно делать, а чего делать нельзя. То есть, как только оказалось, что у нас не просто сырая память, а это строки, то оператор плюс у нас определен для строк, а оператор минус умножить не определен. Например. Итак. Java достаточно простой язык программирования. Даже, в общем-то, очень простой язык программирования. На уровне синтезиса. Если даже JDK не берем. Это чистый синтезис. Никаких классов из стандартных классов. Фактически в джаве типы все сводятся к классам. То есть, мы знаем, что есть примитивы. Какой-то int там, какой-то там, не знаю, double. Это непонятные штуковины. Как они между собой соотносятся. Вот. И есть, скажем так, классы. Это типы, которые можно создавать вручную. Вот это я написал. Класс G. Я задал определенный класс. Можно сказать, что каждый класс является типом. Ну, у него есть имя, он себя как-то ведет. То есть, G к объекту я могу присвоить, а в G к объекту сохранить не могу. G и стрит ничего общего не имеет. Ну, что-нибудь такое. Зато кто-то может быть наследником, например, extens G, implements runable. То есть, он находится в каком-то странном отношении. Какой-то может сделать свой класс X, который extens G, implements runable и, вот так как-нибудь. Да, ну, по-моему, реализовать метод. То есть, фактически, вот тут мы перечисляем какие-то типы. То есть, клан игру. Что-то уже существующее. Чем там характеризуется? У него какой-то метод есть? Нет. Метода нет. Окей, runable. Это такая штуковина, которая от Java из runable и есть метод run. G тоже какой-то класс, который есть вот здесь. И, в принципе, до 5-й Java отдельно вводить понятие типа не имело смысла. То есть, фактически, говорили, что в Java есть примитивы, а есть классы. Ну, если какие-то классы, то им подразумевают и интерфейсы, и там N у них, но N у меня было. А абстрактные классы, с точки зрения, как бы, компиляции, они ведут себя абсолютно идентично. Ну, все приводятся к object, у всех есть метод equals и так далее. Вот. Но, начиная с 5-й Java появились generity. Это другой род типов, которые уже не сводятся к классам. И я могу задать что-то вот такое сумасшедшее, например, как X, который будет, например, implements col-label, да, надо понимать, что generity тут будет что-то, что будет, например, экстенс, или как там, win-int-t, а то вот экстенс, листопилизированный сумм, что-то такое сумасшедшее. win-int-t, вот так. Если еще нельзя объявлять. Давайте я приду пример из интернета. Generity это очень странный инструмент, как опасная бритва. То есть, вот, какие-то стандартные примеры я могу прямо в уме сгенерить, которые нужны. Но, кроме того, он позволяет делать такие странные мутанты, которые либо по памяти не повторишь, либо, если повторишь, потом лезешь на тренд, узнавать в очередной раз, а для чего это нужно. То есть, я не совсем в состоянии запомнить... Ну, вот что-нибудь вот типа вот такого. Это официальное объявление enum of Java. Enum, он дженерифицируется каким-то типом E, который extended enum дженерифицирован им E. Это официально, ну, вот класс java.lang.enum, это предок всех enumов. То есть, когда я делаю вот так, я делаю enum, 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 enum. Enum, это такой класс-предок для всех enumов. Если я приду сюда, то увижу, собственно, это ужас, который на интернете стоит. И мы тоже можем делать такие штуковины. В данном случае это не выбор. То есть, у них была какая-то цель, и в какой-то ситуации нужно именно такое объявление enum. И это понимает, что тут уже приходится вводить понятие как бы типа. То есть, да, вот это вроде класс. Да, вот мы пишем public, abstract, class enum. Это является классом в том смысле, что оно так и наследует object, но есть метод там хэш-код, equals. В нем могут быть наследники. Ну, это же таки не могут. В общем, есть наследники. Ссылка типа класс может хранить null. Ну, ссылка типа byte null хранить не может. Ссылка типа любого класса может. Но с другой стороны... А чего его не может быть? Боже, что-то странно. Не-не, вот этого может быть, в смысле... Нам на уровне компилятора рубят класс my... HANUM EXENSE. Не получится. То есть, просто это такое огрызок, который... Классы не могут непосредственно экстендить JAL on HANUM. Это уже начинается стандарт языка. Как говорить, вот я сделал массив, потом я пишу имя массива, точка Lens. Является ли Lens полем массива? Ну нет. Ну в смысле, ты просто так делаешь, что ты получаешь длину массива. Оно выглядит и ведет себя как будто это финальное поле. В стандарте языка нет такого поля, как хранится в массиве. Когда мы объявляем стандарт, то выделяется точка памяти, в котором хранится длина, и Lens просто обращается к этому точку памяти. Да, да. Это то, как это устроено в конкретной виртуальной машине. Но оно может быть устроено по-любому другому, потому что в стандарте языка не сказано, откуда этот Lens берется. Просто когда ты пишешь имя массива, точка Lens, то вот эта штуковина имеет значение длина массива. Откуда она берется? Может, компилятор заранее может вычислить. И так. То есть появляются вот такие странные штуковины. И трудно понимать, что вот это именно тип. То есть абстрактная ерунда, которая теперь как-то соотносится с другими абстрактными штуковинами. И рассказать, что в Jai, в принципе, таких мест достаточно мало. Но есть более сумасшедшие языки, в которых этого больше. То есть если идти вот так, скажем, идет Java, потом, скажем, Scala. Это такая же Java, только с более странной и сумасшедшей системой типов. Там, скажем, где-то в два раза больше сложностей, причем добавили именно всякие вот такие вот кривые штуковины. Потом идет что-то совсем сумасшедшее, типа функциональных языков программирования ML или Haskell. Потом идет что-то уже чистая математика. То есть это еще программирование. Идет какая-нибудь там Agda. Это вообще чистая математика. То есть считается, что уже Haskell хорошо может выучить только чек, который мехмат закончил. А это только для тех, у кого кандидатская с мехматом. Ну, то есть там реально непонятно. То есть они пишут какие-то значки, 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 и все. И непонятно, о чем он отвечает. А они говорят, да, да. А те говорят, нет, так нельзя. То есть надо понимать, что вот тут, вот тут, ну вот как-то сбоку стоит C++. То есть у них более сложная система типов. То есть я могу вешать, причем там происходит определенное соревнование между авторами языкового программирования, насколько сумасшедшие можно придумать вот эти метки. И как эти метки между собой соотносятся? Вот. Сейчас посмотрим, что есть в Java. Итак, что есть в Java? Смотрите, давайте немного, то есть дженерики, это как бы, к ним проще перейти от массивов. Итак, массивы. Да, во-первых, у меня есть массив массив объектов, в котором я буду хранить массив 100. вот такое возможно. То есть вот это вот один из ключевых моментов, которые надо понять, и тогда вот это становится очень очень понятно. То есть вот тут происходит некое волшебство. значимое волшебство. Смотрите, операторы на типах бывают повариантные, инвариантные и контравариантные. Если у меня есть два типа А и В, и они находятся в каком-то отношении, что А как бы меньше В. для классов это наследование. А наследует В. Ну вот такой мы значок введем, что он похож на меньше, ну какой-то другой значок. То есть А меньше В. Что бы это ни значило. Вот. И вместе, который оператор на типах В. Такой же он берет любой тип и что-то с ним делает. то вопрос, что произойдет, какое отношение будет между ПА и ПА к В. Если это сохранится, тогда говорят, что П к варианту. Если значок обратится в обратную сторону, тогда контравариантный. Если значок исчезнет, типа извините, все, то есть после того, как П применили, старая информация стеклась. Никак. Как бы, ну не знаю, никак. Что говорят, что инвариантный. Это терминология, наверное, уже очень близка из математики. Могу ошибаться, там, по-моему, что-то связано даже с векторным произведением векторов. Вот оттуда потянули. Итак, давайте смотреть. Смотрите, у меня есть стринг, оператор скобок, оператор образования из типа массива этих типов, он к варианту. То есть, если стринг у меня является обжектом, то в данном случае оператором на типе, опять, у меня есть какой-то тип, не важно какой. А, Б, С. Я могу образовать новый тип, прибавиваю скобки. Могу, теперь это опять тип, правильно? Массив А, Б, С. Я могу образовать опять типов, а это опять подействовать. Теперь это массив массивом А, Б, С. Могу еще раз подействовать, правильно? Ну, фактически в джаве, как в языке, есть до пятой джаве, по большому счету, это был только один оператор на типах. Если у меня есть какой-то тип, я могу прибавить скобки и сказать, это теперь массив тех предыдущих штуковин. Это новый тип. Теперь новое свойство, оператор теперь по-новому что-то отслеживает, ему теперь уже индекс, у него есть лэнс. Ну, и из интересного, например, если А, Б, С, наследовал кого-то, экстенс там класс Х, то, например, уже А, Б, С, не экстенс Х, правильно? Массив А, Б, С, не экстенс Х. Это новый тип. Это был А, Б, С, он наследовал Х. А массив А, Б, С и Х, ну, извините, уже все. Это же массив, а это... Итак, практически единственным оператором на типах Java до 5-й Java был скобки, квадратные скобки от массивов, чтобы образовать массивы. И этот оператор ковариантен. Как мы видим, компилятор пропускает. То есть, если строка является объектом, то массив строк является массивом объекта. Вообще, это как бы не очевидно, потому что, вообще, есть три выбора. И дженерики выбрали другой вариант. Тут просто, если не рассматривать контраст, разницу между массивами и дженериками, то достаточно тяжело, например, запомнить, уловить, почему, как, то есть... Это приводит к следующей проблеме. Это все тело компилируется и работает. Так... Чего так? Так... 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 Я вообще решил все перекомпилировать. Главное пусть компилирует. Ага, допустим. Смотри, теперь получается, что если я из обжектов, из нулевой отчинки что-то вытяну, то компилятор говорит, ну пусть там будет обжект. Это же массив обжектов. Все как бы окей, отлично. Да, это на самом деле будет строка. Просто из-за того, что я массив строк привел к массиву объектов, то когда я буду вытаскивать что-то вот таким странным образом, то есть это если я hello вытяну через массив объекта, то он вроде как компилятор идет, но он гарантирует только что это обжект. Если я пробовать написать тут стринг, компилятор, естественно, говорит, подожди, это же массив объектов, вот там, массив объектов. Ты оттуда вытаскиваешь, я могу гарантировать только что-то обжект. Если хочешь, сам ручную ставь, вот так, и все у тебя будет хорошо. Но у нас свой страх и риск. Просто рискнул, потому что компилятор, если я сделаю вот так, компилятор говорит, ты рискнул. Ну, класс CastException. То есть тут надо понимать, что в каждом языке программирования сражаются две больших проблемы с точки зрения системы типов. Что проверять в момент компиляции, а что проверять в момент исполнения. Если у вас компилятор подчеркивает красным, это означает, что вы не прошли проверку типа времени компиляции. Если у вас компилятор ничего не подчеркивал, вы запустили, получили, например, класс CastException, это означает, что у вас сломалась проверка типа в момент выполнения. То есть несоответствие класса. Я не могу сделать этот трюк. Этот тип к этому не преобразуется никак. И вот оказывается, что когда приняли решение, что массивы ковариантные, то это дало определенную дыру. А именно, я теперь могу, то есть хорошо, да? Если я через массив объектов, то есть я через массив объектов смотрю на массив строк. Если я к ним лезу, достаю через массив объектов, то окей, я просто стираюсь информацией о том, что это строка, а не это объектов. Я могу тебе сделать наоборот. То есть ковариантность позволяет не держать, засуну туда. Выглядит так. Я возьму. И в обжекте. Засуну. Ноль. У меня произойдет автобоксинг. Ноль типа интежер. То есть тут на самом деле то же самое, как и у интежер. Ну или даже вы. Ну пусть будет. Что с ним? Скаширование. И компьютер говорит, ну окей, это же массив объектов, окей, значит интежер нормально этого положить. Вопрос, что теперь будет, если я вытащу из стринговую нулевую штуковину. Как бы у меня получается уже дыра в системе типов, времени компиляции. То есть вообще говоря, я туда кладу интежер, а вытаскиваю, вообще говоря, строку. У меня получается, ковариантность приводит к тому, что у меня есть неявное преобразование типов, причем любых, практически в любые. Вот интежер в строку, например. То есть если у меня массив типов А является наследником, например, объекта, массива объекта, а им также является, например, массив любых других типов B, то используя этот свой трюк, я, собственно, могу засовывать А, вытаскивать B. То есть когда я использую эту сторону, я засовываю А, вытаскиваю объект. Да, окей, это работает. Но поскольку массив можно не только читать, но и писать, они полностью симметричны, я могу сюда засунуть B, да, может массив объектов, да. B является объектом, да, является. Засовываю, что все должно выпадать А. Получается, что из-за ковариантности компилятор не может отследить преобразование типов в эту сторону. Женерики исходили из другой единицы. Есть такая мантра, что вроде как крутой программист должен каждый год изучать один новый язык программирования. Не надо не писать, достаточно просто учить сам синтаксис. Стандартную библиотеку уже можно, но не обязательно. И это появляется даже в том, что существует, например, такая серия книг, как, допустим, данные. Семь языков за семь недель. И тут рассматривают, так же есть семь баз данных, ну понятно, что это... Да, то есть капитализм приводит, потому что теперь у нас семь баз данных, семь чего... А, нет, все, я не закончился, исчерпал. Да, если знать несколько похожих языков программирования, но все-таки разных, это круто. Но в данном случае это просто инженерное искусство. Намного лучше от своего языка учить более сложные языки программирования, только синтезис. Ну, можно поучить стандартную библиотеку для того, чтобы просто понять, как этот синтезис собирается использовать. В данном случае есть очень много языков, которые намного сложнее, чем в Java. Итак, если мы теперь это запускаем, то мы падаем в момент исполнения. То есть специальный exception, ArrayStoreException. Если мы таки обманули компилятор и пытаемся сохранить в несоответствующем массиве, то есть если у нас массив типов А, то там может лежать А, ну вообще любой тип, XXX. Там может лежать этот тип или любой из его наследников. Если я попытаюсь туда сохранить предка, то есть в массиве строк не может лежать обжиг, или пытаюсь сохранить вообще несовместивый с нимтип, в массиве строк будет лежать интежер, как я же пытался делать. То есть специальный exception, ArrayStoreException. И это вообще говоря как бы проблема, потому что если писать в хорошую мощную библиотеку, там где будут какие-то абстрактные типы, а будут массивы абстрактных типов, двухмерные массивы абстрактных типов и так далее, то там собственно эти exception начинают вылетать постоянно. Причем компилятор помочь не может, в подсветке синтезиса нет, он все запускает, а потом запускаешь, хлоп, получаешь эту вот ерунду. То есть самое главное понять вот этот пример. Когда массивы строк являются массивами объектов, то у нас возникает дыра, которую компилятор не может отследить. И компилятор помочь не может. То есть тот трюк, который сейчас проделан на доске, фактически компилятор тут уже не власти. То есть вся ерунда произошла вот в этот момент. Ну в данном случае, то есть если жизненный, то есть если скажем, я была. Ладно, жизненный аналогик не прокатывал. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, как дженерики в этой же ситуации решили вести себя по-другому. Тут будет не массив строк, а абсолютно аналогичный тип лист строк. Нет у нас такого конструктора. Хорошо. Поэтому тут применим собак. Все, мы дальше не идем. Дженерики не ковариантны, а дженерики инвариантны. Они сказали, да, строка является объектом, но лист строк не является листом объекта. Ну смотрите. То, что строка является объектом, это личное решение авторов класса. Они решили, что у класса будет наследование, а наследование это отношение, фактически наследование имеет полная аналогия включения в теории множества. Что является множеством чего-то? Да, то есть если собаки, если множество собак является подмножеством множества млекопитающих, то любой экземпляр, который является собакой, также является млекопитающим. То есть в принципе в каких-то других иерархиях такого включения нет. Да, там всякие религиозные системы. Тебе просто дают жуткий перечень и все. Эти боги между собой как-то общаются, но в принципе никто никем не является. То есть никто никого не приславится. А пронитые и зевские какие-то отношения имеют исторические, но в принципе никто не является частным случаем никого. А в христианстве то же самое. Трое божие, они непонятно, да? То есть кто супертип, кто подтип. Нет, 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 просто три разных слова. Вот. То есть в принципе то, что вот это разрушается, это просто авторы языка так решили. Из-за этого получается, что невозможен та проблема, которую я только что вам показывал. Я не могу теперь в лист обжигал засунуть, и в то же раз той стороны вывалится строка. Вот. Ивариантность это достаточно неприятная штука, потому что фактически как только значит белые дженерики, всякое, ну, все отношение наследования, которое было до этого, оно теряется. Да, еще аналогия. Смотрите. Мы обычно наследование рисуем вот так. Да, есть обжиг. У него есть наследник какой-нибудь там, number. Да, есть такой. У него наследник integer есть. И наследник double есть. Это странный предок, ну, просто он есть. У него есть наследник какой-то мой, например, я сделал, фигура. У него есть наследник овал. Да, и наследник там еще прямого. Окей. То есть мы обычно рисуем вот так. Но вообще говоря, это полностью можно рисовать через включение. То есть есть большое множество этого объекта. У него есть подможество number. У него есть еще меньший класс интегеров. Ну, интегер, да, бутинальный, а наследник вам нет. Тогда получается, что если вы взяли кого-то, кто является интегером, он одновременно лежит в number, и одновременно лежит в object. А тут лежат примитивы, сами по себе. Byte. Если я взял Byte, то извините, Byte не является интегером, Byte не является номером, Byte не является объектом, все. То есть нам в язык, в пятой версии, сделали автобоксинг, при котором там незаметно, Byte, вроде, превращается в Byte, большую букву, является наследником объекта. Но если автобоксинг про него забыть, что вообще говоря, Byte и Numbers, вообще разных типов, Нет никого, кто был бы и этим, и этим. А интегер, полное включение с number. И вот такие вот наследники, иерархии и деревьев, если переложить сюда, в чем приятность в том, что, например, не допустили, что было вот такое. В принципе. Не получается такого дурацкого случая, что это тип А, это тип Б, и вот некоторые являются и А, и Б, некоторые являются только А, некоторые только Б. То есть когда я объявляю А и Б, одно из двух, либо я, когда упоминаю А и Б, я друг о друге не упоминаю, когда они совместны полностью, интегер и общер. Либо я одному из них пишу, что он экстенс другого. И он полностью попадает в друг друга. Друг другу экстенс быть нельзя. То есть вот раз, включение, по теории множеству. Эта идея, в общем-то, идет от классификации Линея, то есть лет там 200-300 назад, когда товарищи, биологи собрались и всех животных как-то пытались построить какие-то деревья, перечислить. И там оказалось, что отношение строгого включения очень приятная штука. Но она выглядит. То есть в инвариантности неприятно, что лист обжектов не имеет никакого отношения к листу строг. Все, информация потерялась. Два как бы несомместных типа. Закрыли предыдущую дыру, потеряли кучу, значит, приятных вещей. И поэтому они сделали следующее. Появляются, как бы скажем так, семейства типов, которые тоже являются типами. То есть в данном случае аналогии жизни я не знаю, как раз и получается спрограммировано. Есть такой шаблон композит. Композит, шаблон заключается в чем? Допустим, у меня есть фигура, вот посмотрите. Суть еще в чем? Такие достаточно глубокие странные идеи, они позволяют нам, когда мы берем симпатизм джавы в ОП-шне, начинаем вкладывать в свою систему типов, то иногда мы хотим что-то, что отличается от простого включения по теории множества. Есть фигура, есть овал, есть прямоугольник. Тут все понятно. То есть это как-то абстрактная штука, скорее всего. Эземпляр фигуры весьма странный. А какая у нее форма? Если его заставят рисовать на доске, как он себя отрисует, если он непонятно на кто. Давайте, что такое, видимо, они уже конкретные классы, потому что у овала вполне понятно, я вызову метод дроу, но нельзя нарисовать может. У меня, наверное, сцентр, два диаметра, может, цвет, передвигатель. А теперь, представьте, что я работаю с каким-то инструментом. Я делаю графический инструмент. Я хочу делать следующее. Вот у меня окошко, вот тут палитра. Тут овал, тут прямоугольник. Я беру овал, перетягиваю, хлоп лежит овал. Беру овал, перетягиваю, еще один овал. Беру квадрат, перетягиваю, прямугольник, прямугольник. Да? И, скорее всего, эта область, это лист фигур. Очень удобно. Это и это наследники фигуры. В лист фигур можно вложить наследника фигур. Все классно. Я могу идти циклом по листу и у каждого вызывателя фигуры метод «рисуйся». И эти штуковины каждая себя отрисуется. Чем это удобно? Я могу позволить программисту саму нарисовать класс «треугольник». Он может появиться здесь, его можно перетащить, и он нарисуется здесь. Выдастся на принтер и так далее. Потому что, если он будет тоже фигурой, его повесят в лист фигур, а у меня общий метод, который оперирует область на экране или на бумаге, на принтере, он умеет с любой фигурой работать. Поэтому все методы, которые нужно вытаскивать в фигуру, тут будет какой-то там, допустим, getColor, может быть, getCenter. Ну, это сильно точно. Скорее всего, вы универсальный метод «дролл». Даешь ему какой-нибудь экран. Ты говоришь, любая фигура, самое главное, что она должна иметь, это метод «дролл». Я фигуре дам экран, она должна сама себя нарисовать. И дальше ее проблемы. Если я хочу, чтобы они принтались, я делаю этот «принт», даю принтер, говорю, фигура, вот там принтер, сама разберешься, к ней методы есть. А теперь получается следующее. Смотрите. Когда я беру и мышкой выделяю, вот так вот, например. Оп, и выделял. Да? Они уже подсвечены. У меня инструмент, подошел. Я беру мышцу, тащу, я не оба тащимся. И думает, что вот эти две штуки образовали такую динамичную фигуру. Если сделать «дролл», они одновременно обе исчезнут. Если я таскаю, они одновременно обе движутся. Если я делаю растяжение, они обе растягиваются. То есть, в принципе, эта композитная фигура начинает вести себя полностью, как дум. Какая-то единица, как фигура. у нее есть теперь свой центр, у этой штуки. Есть суммарная площадь. Самая огромная, она может себя отрисовывать. По большому счету. И тут появляется шаблон композит. Все он в этом заключается. В том, что я делаю некоторый фиг коллекшн. Коллекция фигур. Которая тоже является фигурой. И при этом у нее есть метод add фигура. То есть, такая штуковина, которая нет самостоятельного содержания. Она является фигурой, потому что в нее можно набить фигуры. И, чтобы ты ее не попросил, говоришь, нарисуйся, вот тебе скрин. Она просто берет, а внутри нее другие, ну, настоящие фигуры. Она говорит, рисуйся, 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 рисуйся. То есть, в принципе, в данном случае задуматься получается как бы такая же петля. То есть, фигура коллекшн вроде как является фигурой, при этом сама представляет собой сборивший других фигур. Вроде как петля получилась. То есть, с одной стороны, должна была быть иерархия, много фигур, собранных вместе, должна быть какая-то суперфигура. А если много суперфигур собрать, будет супер-суперфигура. Но тут неприятно, потому что такую иерархию приходится четко определять, определять, определять. И все-таки иерархию удобно зацикливать. Чтобы суперфигура облялась той же фигурой. Так. А теперь у нас фигура аналогии. То есть, мы можем сделать вот так. Лист. и теперь присвоение работает. Вот это тут как бы... То есть, есть общие книги по типам языков программирования. есть интересная самая знаменитая это Пирс. Это мега стандартный, очень популярная книга и очень много лет. И она является очень, очень фундаментальной и очень простой. В смысле, простой. то есть, она учится в большинстве крутых американских вузов. Она переведена и в принципе... Ну вот, вот тут можно смотреть. И тут есть просто полиморфизм, например. Если вот отсюда отвечать про полиморфизм, то, собственно, ну, во-первых, человек с первоисточниками работает, то есть, описывает разные типы полиморфизма, просто говорит, такая появилась прямо в языке ММ-78 году. Очень общая книга стоит пытаться прочитать. Очень. Ну, она очень фундаментальная. То есть, она... То есть, когда говорят надо читать кнута, это просто такой, как это, пословица-поговорок. Это как полное собрание сочинения Ленина. Читать не надо кнута, в принципе. Вот это стоит посчитать. Итак, ну, получается, что вот здесь это, с одной стороны, это такой тип. Да? Ну, почему? Я написал Objects. В Java нельзя просто написать Objects. Если я пишу Objects, у меня в Java сильно типизированный язык программирования, нет, статически типизированный язык программирования, она говорит, нельзя просто написать Objects. Давай мне ему тип. Да, в некоторых языках можно написать Var Objects. это какая-то переменная Objects. Java говорит, нет, 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 я статически типизированный, значит, на этапе компиляции любое имя должно иметь тип, и я, компилятор, хочу это знать. В этом смысле вот это тип. Да, я объявил какой-то значок, и теперь Objects имеет этот тип. И вот это, например, работает, а вот это, не работает. Да, что-нибудь такое.